Двухкомнатный вольер, личный дворик для прогулок и прием пищи дважды в день. Эти привилегии теперь есть у нового члена команды научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра в Харькове. Пятимесячный енот Полоскун Крюк появился здесь больше месяца назад и понемногу привыкает к комфорту. Гостей с камеры енот упорно игнорируют, не потому что невежливый, а из-за особенностей породы. Данный зверь, исходя из своих физических характеристик, исходя из хищников и враждебных факторов, он принял единственное правильное решение в случае опасности притворяться, что его либо здесь нет, либо он маскируется под окружающую среду. Ну и, как мы видим, естественно, отбор доказал, что это убедительный подход. Продемонстрировать, что хищник жив-здоров, его опекуны пытаются с помощью палочки. Но на эту уловку енот Крюк тоже поддается без особенного энтузиазма. Как бы мы же ничего плохого не делаем. Вот смотрите. Ну, кусайся. Ну, он уже, понимаете, привык тоже. То есть, его, в принципе, вот молодец. Давай, давай. Владелец мохнатого сапера полковник Станислав Перлин. Он с гордостью показывает документ енота, международный ветеринарный паспорт, где есть все отметки о прививках хищника и даже первое селфи. Ну, в любом случае, нужен был хозяин, поэтому у нас, как бы, адрес – это нашего подразделения. А записали на меня, получается, вот имя Крюк, енот породы, стандарт, властный собаки, енота, кота. Вот это я. История появления Крюка у этих суровых специалистов очень трогательна. С 2012 года они искали животное-талисман для своей команды и даже завидовали американским коллегам из ФБР, у которых на шевронах есть кот Феликс. Енот – животное специфическое, говорят взрывотехники. Может ловко открыть сложный замок, распутать тугой клубок. Поэтому поймать его не так уж и просто. Помог случай. Однажды в кабинете Перлина прозвучал телефонный звонок. Позвонил товарищей, сказал, если ты на месте, подожди, мы скоро приедем. И привез в мешке нечто, которое там царапалось. Когда мы спросили, что это, он достал туда енота. В лесу собаки охотничьи догнали его и повредили лапки. Собаки его покусали. И когда хозяева собак оттащили, они увидели, что енот ранен, ему нужна помощь. И енотик был маленький, месяца три было на тот момент, три-четыре. Больше трех часов длилась операция, потом тяжелый послеоперационный период. Капельница антибиотики, лапу удалось спасти. Сейчас крюк уже пришел в себя, выходит на прогулку, но только вечером. Когда енотик полностью выздоровеет, здесь собираются повесить веб-камеры и снимать его приключения. А еще в будущем мечтают подыскать ему подружку. Наталья Белокудрия, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Спасибо. Спасибо.